Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 24 апреля у нас рай на земле, птички поют, будет 30 градусов. Вот сейчас, пока не наступила жара, мы вышли в огород, нам нужно грядочку вскопать, лунки готовить. И в этот период, как раз в преддверии высадки, кто-то высаживает в теплицу, кто-то высаживает уже в открытый грунт. Самое время поговорить о подкормках. Вот этот вопрос, что добавить в лунки при посадке томатов, он возникает ежегодно. И сколько бы про него, про этот вопрос мы не говорили, сколько бы раз видео не снимали, каждый раз приходит новая партия людей, которые это неизвестно, которые видео эти не смотрели, и начинаем все сначала. В самом начале я скажу, что мы будем добавлять, у всех будет совершенно разно. Во-первых, мы делимся на две группы. Кто-то только экологически чистый туда добавляет добавки, но натуральные, как, например, яичная шелуха, рыбная мука, зола и все такое прочее, только это. Включая, там некоторые доходят до банановых шпурок и пера птицы, чего я не делаю никогда, потому что у меня нет столько птиц и перьев. А вторая группа просто добавляет минеральное удобрение и потом уже в течение сезона корректирует, делает какие-то, ну, поддерживающие витаминные опрыскивания. Начну с того, что хоть первая группа, хоть вторая группа, все эти добавки у нас напрямую зависят от состава почвы, от состояния почвы, от сбалансированности и от того, что мы добавили осенью. Вообще, добавляли ли мы что-то, позаботились ли мы про осеннюю подготовку почвы и начну все по порядку. Все спрашивают, как делаете вы? Я делаю все совершенно по-разному. В прошлый год, например, осенью я не готовила и я весной при посадке добавляла просто суперфосфат, калий серно-кислый и золы, ложечку золы. Азот я не добавляла, потому что был перегной. За год до этого я не добавляла суперфосфат, добавляла вместо него рыбную муку, а калий добавляла в виде минерального удобрения и также ложечку золы. К схеме это может быть разное. В этом году у меня все по-другому, потому что, зная я, что у меня будет теплица с подогревом, и я буду занята весь этот период с ней, чтобы весной облегчить себе труд, ну как развязать руки, я подготовила вот открытый грунт, весь подготовила осенью, так же, как тут и плицу. Как подготовила, ссылки я дам, то есть я еще осенью под перекопку рассыпала по норме суперфосфат, калий серно-кислый, все, вот это я все сделала. Теперь при высадке я буду добавлять всего лишь ложечку золы, и все, у меня облегченный вариант. Хочу сказать про суперфосфат. Кто хочет добавлять его весной, он должен помнить, что добавив весной суперфосфат, вы вряд ли получите, как, вряд ли дадите возможность использовать его растениям в этот сезон, потому что все знают, что вот эти гранулы, они трудно растворимые в земле, и иногда некоторые люди даже пишут, что добавила весной, осенью при перекопке, даже нашла некоторые гранулы, они вообще целые, потому что он длительного действия, и его специалисты нам рекомендуют все-таки закладывать осенью. Опять же, был у меня такой вариант, что осенью я не заложила вот в прошлом году, я просто делала уже после высадки, во время высадки тоже ничего не добавила, уже после высадки я делала подкормку вытяжкой из суперфосфата. Как бы мы, что бы ни делали, что бы мы ни добавляли, мы всегда должны идти к одной формуле, у нас должно быть состав вот этих добавок, азот, фосфор, калий. Я азот минеральными удобрениями никогда не добавляю, потому что добавляю перегной. Все-таки мы, хоть первая, хоть вторая группа, стремимся более натуральные добавки делать, так как у меня есть перегной, мне нет смысла добавлять азотные удобрения, фабричные. А вот фосфор и калий я ничем не могу заменить, кроме как фабричные удобрения. Поэтому вот что я буду делать нынче. Сейчас я вскопаю грунт, сделаю луночки, добавлю туда по ложечке золы, и в моем варианте это будет достаточно. Тот, кто не заготовил, ой, не позаботился и не добавил осенью ничего, тот уже должен добавить азот, фосфор, калий. То есть можно добавить, тут опять вариантов много, можно добавить суперфосфат, калий серно-кислый, и любое азотосодержащее удобрение, но некоторые добавляют и карбамиды, маленькую ложечку, некоторые добавляют другие удобрения, любые. Это разные. Можете просто комплекс купить, сбалансированный. Есть ому весеннее, которое подходит и огурцам, и томатам, есть различные. Если вы придете в магазин и спросите, дайте мне комплексное удобрение весеннее, вам предложат и такое, и такое, и такое. Главное, что весной должно быть примерно одинаковое содержание, вот в этом комплексе, азот, фосфор, калий. Некоторые добавляют бора, фоску, идут еще дальше. Там у нас фосфор, калий, и еще добавлен бор и магний, которые тоже можно добавлять весной. Вариантов весенних добавок очень много, но вы должны подумать, что вы будете добавлять весной. Закладывали вы что-нибудь осенью или нет? Насколько плодороден у вас грунт? Потому что некоторым вообще не нужна никакая добавка. Если, например, у вас новый участок, на котором вы еще только начали выращивать, который грунт не бедный, не такой не песчаный, вот как у нас, и, возможно, год, два, три вы сможете без всяких вот этих добавок выращивать там овощи. Но если у вас участок старый, вот у меня, у меня этот участок разделывается с 1905 года. Задумайтесь, 1905 год, при царе Николае, вот построен этот дом и возделывался этот участок. Город на берегу реки, почва песчаная, самая бедная. И вот в моем случае добавки обязательны. И если я добавила осенью, мне сейчас облегченный вариант при посадке, и потом в течение лета я могу просто поддерживать, как корректировать немножко вот этими опрыскиваниями. Нужно будет, я бурное опрыскивание сделаю, нужно будет монофосфатом калия сделаю опрыскивание. Но корневых подкормок мне уже делать нет необходимости, и этим я облегчаю себе летний труд в жаркую погоду, когда вот эта изнуряющая погода, когда эти подкормки очень сопряжены с большими трудностями, особенно для пожилых людей. Вот так я облегчаю труд. Эта тема, что добавить в лунку, она очень серьезная. Не нужно добавлять, что попало, и нужно добавлять только то, чего не хватает в вашем грунте, и что необходимо вашим растениям. Но исходите из того, что нам нужен азот, фосфор, калий. Сможете натуральными, добавляйте натуральными. Нет натуральных, купите в магазине. Они тоже очень действенны, и в минимальных дозах, в разумных по инструкции, использование минеральных удобрений никакого вреда не принесет вашему огороду, только польза. Все, до свидания.